Здравствуйте, Игнать Тихонович! Мир вам! Добрый день! Так, не слышно вас. Звук куда-то потерялся. Так, звук, звук, звук. Сейчас я попробую. Вот сейчас слышно вам нас? Хорошо слышно. А приветствие наши слышали? Да, слышал. Это значит у нас было. Это значит у нас. Ну вот собрались кое-как выйти. На вас посмотреть, себя показать. Рассказать вам, как все у нас получилось. С крещением. Давайте. Нашли мы, как вам говорили, что здесь у себя. Потому что нужно было и нам всем, и дочь, и внука. Всех крестить надо было. Нашли здесь. Хорошо. Отец Никола. Ну, только у старообрядцев полным погружением крестят. Больше нигде. А тут-то мы сейчас вот сколько сбились. Сейчас уже в Покровском соборе, моченых, уже крестят в полное погружение. То есть им не говорят, что они перекрещат. Да, говорят. То есть, видите, находятся люди, которые крепко желают угодить Господу, как положено, по уставу. А это священники сами говорят, или это люди их просят, что крестите нас в полное погружение? Да, люди говорят. Когда приходят люди, еще не говорят, то подряд что попало. Ну, так что. Да, когда настаивают, они вынуждены согласиться. Но если был моченый, ни под каким видом не будут. А тут теперь моченых начинают крестить, как совершенно не крещеных. Ну, слава богу. Лед тронулся, да? Да, слава богу. Да, и мы знали, что рано или поздно Господь будет избирать себе людей, имеющих страх Божий. Ну вот, мы теперь покрестились. И с кем мы раньше были, с беспоповцами, они нас теперь не признают. Ну, правильно. Но беспоповцы как без священства-то? Они как? Наши-то вот кержаки по нашей природе-то, они беспоповцы были. Да, да, и мы такие же были. А потом мама пришла, дядя первый пришел, отцов брат. Ну, и вот познали мы это. Ну, как вы их убедили? А как без этого? Наверное, непросто было, да? Непросто? Да. Ну, мы-то, наверное, я не знаю, когда бы мы пришли или нет. Это потому, что мы вас смотрели. И после этого напитались. И решили, без церкви никак нам, никак. Никак, конечно. А так, как были с беспоповцами? Ну, это сказать, Евангелие-то брали-то, они у вас идут в дело? Беспоповцы не берут. Вот тебе надо. Ну, вот весь этот сказ. А если не берут, как волю Божию-то они узнают? А мы про то и говорим. Как вы, не зная закон, его исполните? Ведь читали мы Златоуста. Мы очень много пытались сделать. Не берут. Две буквы И. А вот вы знаете, когда я беседую с ними, у них есть книги богослужебные. И там написано, Иерей глаголит. Скажите, а это про что говорится? Говорили, не слушают. Говорит, Иерей-то наш наставник. Нет, ну Иерей глаголит. Кто это отменял, скажи? Когда отменено это было? Господь сказал, что все творите в мое воспоминание. Вот этот стих запомните. Доколе он приедет, Господь. Павел говорит об этом. А доколе Господь не пришел, это означает творите воспоминания, причащайтесь. Пока он не придет. Значит, причастие будет на земле. А раз причастие будет, значит и священство будет. Ну, в общем, там, как вы и говорили, действительно там очень запущено все. Ну, практически невозможно. Мы проезжаем, поехали в районный там центр, бывший наш Шарщина. И рядом у Рывка, это такой беспоповский там, кержацкий поселок. Ну, а впереди нас женщина идет. Я говорю, Игорь, ты, малейка, остановись, я ей Евангелие подарю. Я ее, он пристановился, я ее догоняю. И говорю, мы вот едем в вашей деревне, будем здесь, раздаем Евангелие. Вот возьмите. Я кержачка. Идет дальше. Я снова с ней. Я говорю, Евангелие, да, раздаем, чтобы вы волю более жены. Какой Евангелие? Я сказал, что я кержачка. И дальше идет. То есть, слово Божие для меня не... Нет, нет, нет. Немного отступи где-то, позволь себе это, и эта кривизна пойдет. Вот, допустим, дороги идут и разветвляется. Она как будто рядом. Эта дорога такая ухабистая, смотришь, а тут забор. А там видно, что дорога-то хорошая. Ну, пошел, ну, тут-то дорогу не потерять, по которой ты шел. Она рядом идет, а тут темняется. Забрел в такие дебри. Это путешествие Пилигрима от жены Буньяна-то. Пришлось назад возвращаться. Смотри, смотри. Ну, так. Ну, все посмотрят. Да, чуть-чуть позволь себе. Себе не надо давать никакой поблажки, как Павел говорит. Не буду есть мясо, не пить вина. Чтобы не подавать позна. Ну, как? Ну, в общем, вот мы ушли одни. Пока еще никого не уговорили. Не перемолились никого. Ничего, молитесь, не сразу. Не сразу. Найдутся люди, имеющиеся страх Божий. Володе привет там. Мир брат тебе. У нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, нет, нет. Я уже спрашиваю вас. Вот, где на фруду-то мы работали-то? Мы там закончили. Вы, если ролики смотрите, видите, как там разгладили? Ну, конечно. Ну, конечно. Там теперь прям уже... Там все узнать уже. Воду залить, и озеро будет. Все. Это она весной зальется, вода, да, туда? Ну, весной вода найдет, если там... Мы еще пробны пока. Мы не знаем, откуда вода пойдет. Мы два прохода сделали откуда. А раз проход есть, то она по нему и выйти может. Мы спуск-то сделали, но поднимется она до спуска или нет. Ее надо перегораживать. Хотели экскаватор достать, драглайн, чтобы он докопался до родников. Ничего не могли достать. А если были бы родники, то они подпитывали бы это озеро, да? А другие, это наши пруды-то. Там же родники, они никогда не пересыхают. Они все время на одном уровне стоят. Хоть какая засуха, они стоят и родники. А тут, когда батюшки тут в деревне мы делали, я экскаватор, ну, небольшой такой, достал. Он выкопал колодцев пять, наверное, мы выкопали. Но надо было сроп там сделать, чтобы не заилило. Оно их в течение одного года заилило и все. Разровняло. Это колодец в воду где-то, да? Да, не колодец, а на средине пруда. А, чтобы подпитывали водники. Да, пока, чтобы подпитка была, мы экскаватор туда загнали. А драглайн, он вот так бросает веревку, как это, трос, и тащит на себя сразу кубометр. Разворачивается, вываливает, опять. И он может выкопать, все это увеличить-то. Но сколько ни бились, и по интернету, где-то находятся чуть не в Санкт-Петербурге. То есть эти трактора, это то ли убрали, то ли еще они старый выпуск. Но хорошее. Драглайн называется. Ну, нынче экскаватор-то у нас поработал. Ну, такой обыкновенный. Вы же знаете нас, какое тут гонение в лагере-то было? Да, конечно. Вот. А теперь-то мы, лагерь-то я расформировал, существовать невозможно. А теперь мы приобрели фактически четыре домика по Теряевке. Теперь ремонтируем. А Володя, Никита, другие там прописаны, приглашают к себе гостей и живут здесь. А заниматься гимнастикой, занятия, там могут молиться в лагере, на лагерной территории. То есть мы сразу... Я говорю, мы успели еще в лагере пожить. Да. Мы сразу, как опережая события. А когда суд-то был 28 июля, 27-го, а лагерь-то я расформировал 18-го. Девять дней прошло. Они требуют приостановить деятельность лагеря. Они отстали вообще. А вы на суде предоставляли этот документ, да, что он уже все закрыт? Нет, никаких документов. Я составил документ. А, они даже не проверяли. А они нам ничего не закрывали лагерь-то. А еще он будет закрывать, когда его нету. То есть мы должны профессионально работать. Вот фильм такой профессионал называется. Когда-нибудь, посмотрите. В любом деле надо не по уголькам идти, когда сгорит, а когда только начинает дымиться. Мы все это взвесили и понимаем, работать в лагере абсолютно невозможно. В Екатеринбургской области закрыли все дадоу-лагеря. Вообще. Ну, не православные, а любые, да? Любые государственные. Они написали там свои нормы, по которым никто не подходит. Никогда такого не было. Если ограбили человека, ну, власти-то грабят людей-то. Но они не пристают. Вы как-то живите, как можете. А они теперь требуют, чтобы мы жили по их нормам. Миллионеров. А как я могу жить? Мраморный туалет, там, разную. А они только медицинских препаратов, 40 с лишним требуется. А у нас ни одного. А зачем? Мы живем в природе. И нам не надо ничего. У нас никто не болеет. Лучше доказательства-то. А если его все время пичкать, день и ночь его шоркать, мыть, да, с моющими порошками-то, он умрет. Его ни в армию никуда не взять. Он сразу заразится где-то. А у нас люди-то вообще... Вот у нас бабушка была руку порежет тяпкой, там она плюнула, землей затерла, все. Господь плюнувение сделал, грязью глаза замазал. Да какой врач поверит? Скажешь, шарлатан какой-то? Там надо на нос надеть на глаза, марли, чтобы не дыхнуть. У Бога все по-другому. Но это уже не жизнь. С такими нормами это уже не жизнь. Лев Толстой смеется, там, ну, как бы другой автор, там, Крестер и Сонати. Они, говорят, заботятся, чтобы, говорит, Марганцовы этой, ну, как называть, клизме во рту ходили, облитые хлоркой, в резиновых костюмах. Да, да. Полная изоляция, это все в ней пробуют. Да, надо в природе жить, согласно Несею. Питаться, посты соблюдать строго. Посты. Сейчас люди очень сильно болеют, вот посмотришь. И питаются с магазином вот этой химией всей. Да. Много таблеток едят. Это вот просто вообще. А искусство едет? Без таблетки ни шагу сейчас. У меня недавно, все-таки где-то маленько застудили, у меня руки-то выращенные со мной, как обращались-то. Один выкрущит, а другой рванул ее вниз. У меня вот больше полвека поврежденное плечо. Ну, оно воспалится, там нерв где-то, и не спать ничего не дает. Я только сижу, кащаюсь вот так вот. Ну, пришел врач Виктор Андреевич наш в общине, привез мазь какую-то купил. Ну, взял меня натер, вот будешь стирать каждый день. Я говорю, нет, я один день попробую. Таблетки дает, таблетки кое-как я его отмел. А где-то ночью заснул, и все, больше ни разу не принял. Потому что втертое, оно все идет в кожу, в почки, везде. Зачем мне это надо? У меня нормальность, вон, голова не болит, сердце работает нормально. При моем возрасте, при моей жизни, да я уж давно бы загнулся, если бы не Господь. Да, Бог дает здоровье. Да, он знает, что оно нам нужно для прославления Бога. Здоровья вам на долгие года. Да. Спасибо, Христос Игнать Тихонович, что нас привели в церковь, это только вы. Так, вы наши ролики-то смотрите? Конечно. Вот, вы смотрите, какие сейчас будут еще. Сейчас у меня много, летом-то я не мог выйти по скайпу, а сейчас по скайпу много разговоров с разными там, и там в Израиль собираются переезжать, что там. Ну, то есть у каждого по-своему где-то. И заходят люди, и совершенно ничего не знают. Вот вчера одна женщина зашла, говорит, я как-то наткнулась, я как-то в интернете, я-то нигде не бываю, со своими ресурсами работаю. И вот я увидел о вас, что-то такой сердитый дед какой-то, я махнул рукой, больше никак. Но прошло время, говорит, я опять попал, осталось слушать. У меня, говорит, все повернулось по-другому. Двух сыновей отдавала, говорит, в семинарии, сейчас поехала, забрала их оттуда, я вижу, все у нас не так. Я у вас считаю, говорит, и сейчас, говорит, только утром покормлю, если не на работу, она пенсионерка уже. Я, говорит, целыми днями у вас все смотрю, все знакомятся. Против ни одного сына. Она только зашла, она еще... Я-то у вас все уже посмотрела. И каждый день смотрю, и каждый день слушаю. На старое захожу, старые проповеди прослушиваю. Ну, у нас много, 5800 роликов. Ну, вот какой-то вопрос есть у меня, я еще включаю и снова прослушиваю. А вы знаете, вопрос, на сайте вы найдете, в Word написано, на сайте. У вас... И тут захожу, захожу. Вы знаете, на сайте, и там сбоку 55 папок. Да, да, да. И там уже, посмотрите, старое брящество, там, иудейство, мусульманство, там, Бог, церковь, Христос по тематике. И вы найдете, какой том, какая страница. Я туда вот и зашла первый раз, когда пыталась убедить всех, с кем мы ходили в молебный дом, убедить перейти в церковь. Ну, просто не слушают вообще. Вот заблокированы. Ну, вот и причина какая. Господь сказал в 8 главе Евангелия от Иоанна, почему вы не понимаете речи моей? Потому что не хотите слышать. Причина-то одна, вы не хотите слышать, а что вы тогда узнаете-то? Не хотят. Священство вечно. Без священства церкви нету. Это его установление. Нету, его нету. Ну, допустим, семья. Муж и жена. Если жены нету, это не семья. Если жена есть муж, это не семья. Семья, это минимум 5 детей. Семья будет меня отобразиться. Так и здесь. Без священства матка в улье. От него идет епископ должен быть, который руководит священников. Вот меня спрашивают старобрядцы, там белокреницкая иерархия. Да они настоящие, да не настоящие. Настоящие, я говорю. Они пошли самым правильным путем. 180 лет до стола церковь. Они искали, нашли Олимпию. А теперь дальше Павел там, а там в Росе. И Олимпия с Павлом были рукоположены. И дальше пошел. Да, было нарушено первое правило апостольское. Епископ... Один вот там был, да? А не один. Но по нужде, по нужде. В первые века было по одному. А нужно было? Они их зажали, больше не было возможности. Ну а дальше рукоположила. Да. Пока правила этого не было, тогда было, что вот, по одному. И срок в священнике 30-летний. А по житиям были такие епископы, которые в 20 лет епископами ставили. В 20 лет епископ. Почему? Правила не было. И Павел, Тимофея это поставил и говорит, чтобы тебя не зазирали, что ты мал возрастом-то, годами. Значит, ему было не 50 лет, моложе был он. Юноша какой-то. Вот так. Ну вот у нас летом тут, значит, было такое желание все продать. Но продать ничего не получилось. Потому что желание было переехать. В Барнаул мы хотели сначала. Мы свои выводы сделали. К нам решили дом маленького поэта подремонтировать, чтобы побольше было желающих купить. Надеюсь продать. Вот заходят иногда люди. Ну и что мы можем показать? У нас все открыто. Главное, что в Потеряевке, это воспитывать детей. Да. Все верующие, учителя верующие. И не по наружке. Вы видите, как все серьезно. У нас строгая дисциплина. И по форме одета, и прочее. Ну, и у каждого есть возможность построиться. Теперь надо строиться. А строиться, это должна быть сила. Да еще обман где-то. И средства, и средства, да. Сила и средства. Это все непросто. Нам говорят, видите, как у вас там архиереи вас не трогают. Ну вот мы бы выстрадали это. И Бог нам дал это. Хорошее отношение у нас с местной церковью. А мы же к зарубежной относимся. И они нас не трогают сейчас никак. Вот дай Бог, чтобы ваша школа там не закрылась. Чтобы кто-то с детьми приехали. Да, вот мы и ждем, кто приехал, чтобы... Вот, потому что ребятишек мало. Если будет меньше, то это плохо. Закроют, да, если меньше? Закроют, или учителей помаленьку будут сокращать, их трое. Ну, мы молимся, Бог знает. От Бога зависит, от нас не зависит. Бывает, что прям уже вот рядом где-то отводится, что-то не сходится. Да, да, да. Кто попал туда, вам не нужен. Только зачем? Зачем он нужен? Портит только атмосферу вожжут. Бывает, что совсем подходит где-то, что-то начнет прямо еще на подходе. Мы видим, нет, нет, не пойдет. Ну, то есть человек с такой самостью, там, один приехал, все у него есть, все. Но я, говорит, матерюсь. А условия не выполняют сразу требования? А у кого-то у него требования. У нас написано, он побыл, посмотрел, все понравилось. Говорит, ну я зачем буду вас обманывать? Разные люди бывают. Бывает не на что, тут понятно. Мы же начинали, пласты земли ложили. Глину топтали с соломой. Первый-то дом-то с аманной. А потом уже кирпич появился. Чтобы богатеть, как там Абрамович или Березовский, русский человек так не может. Вот одна корова была у Игоря, потом три, четыре, пять. А сейчас у него 36 рогатого скота. Вот у нас рядом, в соседнем, там, он у него взял 4 гектара земли. 4, попробуй обработать-то. А техники-то нет. Маленький тракторенок какой-то сделал. А на следующий год у него урожай был. Он уже 45 взял. А сейчас у него 7600 гектаров. Представьте себе, 7600. Новые комбайны. Все. То есть он из года в год наращивал самые передовые методы. Поехал там еще в Бразилии где-то поучился. И теперь у него... Вот он едет, и будет видно поле там вот так где-то. Он говорит, это я бы в течение двух лет сделал гладкий. То есть он это знает, как делать. И он не пашет. А прямо по стерне специальная сейлка идет, и прорезает, и зерна туда кладет. И у него влаги хватает. А на земля-то не сохнет. То есть он ее не пашет, а прямо по стерне. И они у него все одинаковые. И у него урожай раза в два больше, чем у наших. Они у него бы получили с технологиям. Ну да, но... Или у него техник позволяет. Ну а трактора-то, как эти сейлки-то достань такие. А, это специально. Это специально. Она прорезает, и на нужную глубину до миллиметра кладет зерна. У нас один колосок выше, другой ниже. А у него как подрезанные все колосси. Она невысокая, и полная колосси. И тем более поле ровное, значит глубина будет. И она идет все как надо. Она-то большие деньги стоит. А у наших-то нету этого. Но комбайны старые-бристарые. Игорь-то сейчас по целине и садит. Ну Игорь сейчас тоже начинает уже так. Так же уже начинал. Да, у него с комбайнами плохо нынче. Гречка ушла под снег. Ну, знаю. Ну, сказали, гречку можно убрать и весной. Она в шалухе в этой. Ну, видимо, схожесть с тобой погублена. Не осыпется, да, зерно? Не осыпется. Нет, оно не осыпается. А, все понятно. А я не знаю, подсолнухи-то там сосед-то убирает уже по снегу. Надо, чтобы он высох, вымерз. Ну, 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 ну. Ну, то есть снег небольшой? А у вас какой снег? Ну, я не знаю, с чем он шел. Сантиметров сорок-то, наверное, есть уже. Да нет. Нету? Нету. Нету. Ну, а этот-то доехал-то Сережа. Говорит, я едва проехал. Лопаты откапывал. Ну, тогда-то в полях. Там переметают. А, ну, может быть так, конечно. Ну, еще немного. Ну, у нас так. Немного. Немного. Еще не совсем зима. Да. А у нас тут занятия идут по среду-пятницу, вы знаете, по скайпу? Вот про занятия надо уточнить. Я их хотела спросить. Заходите, давайте. Будете участвовать. Запишите. По московскому времени. Это у нас получается два. По московскому. Ну, зачем по-московскому? У нас с вами одинаковое время. Шести. У него там как Пупков один, да? Да, Пупков Сергей. Он был там, приезжал с собакой. Нет, да мы Сергея-то знаем. Я имею в виду, как зайти к нему. Как зайти. А вы его найдите в скайпе и к нему зайдите. Напишите. Сами не добивайтесь. Он должен принять. Иначе другие не смогут зайти. Иначе мы там нахожу все, да? Да, прямо, мы хотим участвовать в среду и пятницу. А во сколько? Ну, по-нашему в шесть часов вечера. А у нас такое же время-то так же. У нас время-то одинаковое. Одна полоса. В шесть часов. Да. В шесть часов. Какие вопросы есть? Один сейчас идет, сейчас идет первое послание Иоанна, с этого дальше идет. Ну, а полчаса за вопросы-ответы. Так что и вопросы можно подготавливать. Это очень интересно. Ну, вот я услышала, что там можно зайти и нарушить, потом никто не зайдет. Думаю, а как тогда нам, чтобы правильно-то зайти к нему? А вот к нему просто напишите, скажите. Мы желаем, чтобы нас приняли. Ну, хотя бы за полчаса, до шести. Ну, его найдите, зарядите в скайпе. Я не знаю, как его показать-то. Сергей Пупков. Он в красном. А у нас телефон есть, мы ему позвоним. Ну, вот, позвоните, скажите. У нас такие-то такие. А дальше он будет знать. Вы у него сразу там отметитесь. Чтобы он как-то... Я не знаю, как там это на него выходит-то. Как он принимает-то, чтобы не нарушить потом все? Ну, до девяти. Видно, а после девяти, девять часов, девять человек набирается. Если больше, тогда только аудио. Уже. Ну, пусть главное, что слышно. Если хотите, чтобы было видно, надо платить деньги. Они говорят. Я говорю, нам зачем это нужно? Ну, конечно. Нам главное, чтобы слышно было. Да, мы по голосам друг друга знаем. Ну, я очень рад, что вы зашли. Я вас все время помнил. Рад вас видеть. И Володя тоже тебя побежал. Как написано у старых. Вы нам полюбились. И вы нам тоже. Спасибо, Христос. Вопросы есть еще? А то у меня сейчас приехал программист. Видим, что он уже занят. И нет вопросов. А вы его знаете? Нет, не знаю. Мы только вот в Федеряевке, кого видели, того знаем. Не будем вам мешать. Работайте. Вы ролик-то покажете. Спасибо, Христос. Да, поставим. Это через неделю, потому что не я обрабатываю там в другом месте. И через неделю он будет. Я называю, посмотрю, прослушаю и скажу, может быть, такое кто ищет, тот найдет. Да, да. Хорошее название. С Богом. С Богом. Аллилуйя. Слава Христу. Еще у меня.